Это достаточно. Постараюсь коротко. Была прекрасная сессия, посвященная в том числе отношению к мужчинам после того, как они пообещав не выполнили обещания и полному разочарованию во всем мужском роде. Должна вам сказать, что такие штуки повторяются довольно часто и часто женщины и мужчины приходят с вопросом, да, он же обещал, она же обещала. Так вот, когда нам обещают никогда не бросить и не покинуть и жить до старости, умереть в один день, это очень наглое обещание. Ни один человек не может, он может хотеть, он может сформировать намерения, он может стремиться к этому, но невозможно это выполнить, потому что мы не боги, мы не знаем, что написано по судьбе, мы не знаем, какие уроки мы должны пройти. И очень может быть, что главный урок это отпустить и простить человека за то, что он честно нашелся в моменте, что нужно расстаться. Точнее, простить его за то, что нашел в себе силы в какой-то момент отпустить, даже если я не готова. Потому что самое важное, это самое драгоценное, это быть честным в этот момент друг с другом. Если уходит понимание, уходит интерес, уходит любовь, там не за что держаться. Есть зависимые отношения, есть самые разные причины, почему я хочу остаться вместе с этим человеком, а он по каким-то причинам не хочет. Так вот, если уже это не работает, не дай бог вам сдерживать ваши обещания. Не дай бог доказывать, я настоящий мужик, я обещал, я останусь и пусть я буду страдать всю жизнь. Это не помощь, это не поддержка. Помогать можно, не проживая вместе, да, и поддерживать можно, не проживая вместе, не страдая, не заставляя мучиться другого. Так вот, обещать мы не можем. Мы можем намерение создавать, мы можем хотеть и стремиться к чему-то. Если это не получается, признать, что мы не боги. Давайте это признаем. Бог внутри, но мы не боги. И простим человека, который ушел, несмотря на то, что он обещал. Он такой же человек, как и я. И это его и мой урок. Простить в данном случае, понять всю природу человеческую, наверное. Пожалуй, вот так. Пока.